Недавно на глаза попался текст о том, почему в России не прижилось сыроварение и виноделие. Кто-то довольно точно подметил наличие очень низкого горизонта планирования у россиян. С момента прихода технологий в Россию там так и не стали производить сыров с 3-5 летней выдержкой. То же самое с вином. Сыров и вин в России так и не научились делать именно потому, что никто не может вполне уверенно сказать, что с ними будет через 5 лет. Поэтому в производство идет все, что сегодня можно сделать, а завтра через неделю, максимум через месяц, можно выпить и съесть. Другими словами, все перспективы очень грустные. И вот из Кремля полилась очень странная риторика. Некто Путин недавно разотковяничался и выразил надежду на то, что с Украиной отношения не совсем утрачены и что их можно было бы восстановить. Но при этом он отметил, что Украина в этом нуждается, конечно, больше России. Он как-то забыл, что такие формулы протухли более 3 лет назад и могут всерьез озвучиваться только россиянами и для россиян. Для остального мира уже понятно, что эта огромная баржа тонет и самое правильное к ней отношение – вовремя вытащить оттуда все ценное. Устраивать же заплыв на этом корыте уже никого не заманишь. Да, и очень ярко стал выступать Сережа Лавров, призвавший Европу повлиять на Украину, ибо там, видите ли, сплошная русофобия. Оно, конечно, свобода слова и свобода совести. Каждый волен говорить то, что вздумается, но после таких речей Лавров рискует лишиться своего почетного звания «Унылая лошадь» и получить новое «Тупой Ишак». О русофобии рассказывает тело, которое лично причастно к ведению войны против Украины, аннексии ее территории, постоянно выливающие помои на нее и повинное в гибели тысячи ее граждан. И вот оно, это тело вдруг обнаружило, что русских в Украине не любят. Да неужели? Ему бы лучше рассуждать о других вещах, ибо такие заявления показывают полную утерю адекватности одного из ведущих деятелей крупной страны. Причем его помощница, алкоголичка Захарова, заявила о наличии русофобии в Штатах, которые отказывают российским шпионам, прикрывающимся дипломатическими паспортами, получении соответствующих виз. Какая досада! Это ничего, что уже пачками даются свидетельские показания на их деятелей в деле о президентских выборах. А Захарова все равно удивляется, почему их так не любят. Причем все эти деятели любят порассуждать о стремлении России к миру и прочим приятным вещам, но тут же некто Кадыров обещает поставить весь мир раком и напоминает, что РФ имеет ядерное оружие и всему миру будет душно, когда она начнет всех бомбить. При этом ни полицейские, ни психиатры не повязали Кадырова сразу после этой речи, как не повязывают Пушкова, Жириновского и всю эту больную шобу, постоянно угрожающую миру. Это значит, что они все говорят правильно и никакого криминала или клиники там никто не усматривает. Тем не менее, виск из Москвы становится все более пронзительным и хоровым. Похоже на то, что соседи Украины начинают паниковать, ибо теперь, наконец, до них стало доходить, куда именно их загоняют.